Вы знаете, мне кажется, 7 миллиардов рублей лучше отдать пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, например. Это те люди, которым эти деньги явно нужнее. Что касается программы национального единства, это все прекрасно, когда у людей нет негатива, друг другу нет никакой национальной розы. Но тогда бы я обратила больше внимания на форму подачи информации в новостных блоках на наших телеканалах. Потому что когда смотришь, то все время выходцы из каких-то соседних государств бежают бедных москвичей. Регулярно это делают они. Бедные москвичи, они, видимо, совсем не умеют ни удар держать, ни, собственно говоря, ответить или бояться. Я не знаю, в чем дело. Но как-то вот судя по манере подачи страшных новостей, все именно так. Почему мы цивилизованные государства, которые ставим себя вровень с европейскими государствами, соединенными штатами? Просто возьмите и сравните контент новостных блоков в Европе и в России. У нас все очень мрачно. Посмотрев новость, у нас падает настроение 100%. Поэтому если мы не будем так массированно атаковать сознание зрителя тем, что вот там здесь что-то случилось, там что-то случилось. Ну не то, что я не говорю, что нужно закрыть поток информации негативный, но может быть преподносить ее в таком ключе, чтобы люди понимали, что это случается с выходцами разных национальностей, из разных регионов, из разных наших содружественных государств. Так же, как это случается просто с русскими людьми. И что, в общем-то, это, к сожалению, в каждой стране есть люди, которые нарушают закон. В каждой стране есть плохие люди, скажем так. И не нужно вот это сортировать по национальному признаку. Мне кажется, вот это как раз сильнее расслабит население.